Финляндия. Страна тысячи озер. Она манит туристов завораживающей красивой северной природой, жаркой сауной, добрыми оленями и горнолыжными курортами. И даже суровый пейзаж и минусовые температуры не мешают Финляндии входить в число самых счастливых государств мира. Ведь эта страна имеет уникальную культуру, необычную кухню и массу интересных развлечений. В Финляндии самая чистая вода. 80% воды в Финляндии классифицируется как исключительно чистая финская вода из-под крана высочайшего качества. Ее можно пить по всей стране. Несколько лет назад комитет по водным ресурсам при ООН признал водопроводную воду Финляндии самой чистой в мире. А также в этой стране насчитывается около 190 тысяч озер, занимающих 9% от всей площади страны. Уже второй год подряд Финляндия занимает второе место в ежегодном списке самых конкурентоспособных экономик мира. А в 2003 и в 2004 годах Финляндия была на первом месте. В Финляндии два государственных языка, финский и шведский. Но финский язык не похож на другие северные языки. Три скандинавских языка, норвежский, шведский и датский очень похожи. И их носители с легкостью понимают друг друга. Однако финский язык относится к финно-угорской языковой группе, в отличие от других европейских языков, которые представляют индоевропейскую языковую группу. Существует миф, что в Финляндии олени ходят по улице. На самом же деле, только на улицах северных городов этой страны действительно можно встретить оленей. Но часто можно встретить различные разновидности зайцев. Они не боятся людей и по размеру чуть больше стандартных. Кстати, национальным животным Финляндии является бурый медведь. В Лапландии живет тот самый Санта-Клаус, а по-фински Йеулупуке. Да, он действительно живет в Лапландии, в Корватунтури, где у него есть свой офис и почта, которые работают круглый год. У него даже есть финский паспорт, где в графе «Год рождения» написано давным-давно. Северное сияние чаще всего можно увидеть на севере Финляндии, ближе к Северному полюсу, но изредка оно бывает и в южных регионах страны, даже в Хельсинки. Финны немного неразговорчивые люди, и вначале вы можете столкнуться с отстраненностью и сдержанностью, но под этой отталкивающей внешности, как правило, скрывается очень надежный и разговорчивый финн. Финны занимают первое место по потреблению кофе. По статистике граждан этой страны, потребляют 13 килограмм молотого кофе в год на человека – это 9 чашек в день, что действительно делают Финляндию страной с самым большим потреблением кофе в мире. Говорят, что финны появляются на свет в сауне. Так по старинным поверьям утверждалось, что финны появлялись на свет и умирали именно в сауне. И как поспоришь, ведь по статистике в среднем на трех человек приходится одна сауна. В Финляндии саун насчитывается более 2 миллионов, при населении 5 миллионов человек. В Финляндии чем больше зарплата, тем больше и налоги. Так и есть, в Суоми действует прогрессивный налог, чем больше получаешь, тем больше платишь. Самый большой налог составляет 52,5%. Немногие финны собирают грибы, но такие все же есть. Хотя в основном они предпочитают шампиньоны в магазинах и лисички на рынке. Еще в Финляндии не только едят черный хлеб, а он пользуется большой популярностью. И приходя в магазин, вы обнаружите большой выбор на любой вкус и кошелек. В Финляндии очень популярна спортивная ходьба с палками в любое время года. Палки придают больше нагрузки на все тело и специально созданы для прогулок. Этот вид спорта называют Nordic Walking – северная ходьба. А еще, согласно правилам дорожного движения, велосипедистам в Финляндии нельзя ездить без шлема. Это строгое правило. Все финны – блондины с голубыми глазами. И действительно, у большинства финнов светлые волосы, светлые кожи и глаза. Но очень часто можно встретить финнов и с темными волосами, а иногда даже и с темной кожей. В Финляндии не принято оставлять чаевые. Они обычно включены в цену товаров и услуг. Но если обслуживание произвело на вас особенное впечатление, то можно оставить в виде наличных или написать в чеке дополнительную сумму при оплате кредитной картой. Финнам очень свойственен патриотизм, и поэтому они доверяют финским производителям намного больше, чем остальным. Многие думают, что Nokia – это японская компания. На самом же деле, Nokia – это финская компания, основанная в 1865 году на берегу реки Нокия-Вирта, в маленьком финском городке Нокия, которое и дало название всемирно известному бренду. Кстати, одна из очень популярных компьютерных и мобильных игр в мире – Angry Birds – создана именно в Финляндии. Финляндия была лидером дизайна в 50-е годы. Всемирная известность финского дизайна пришла на послевоенные годы. В те времена были созданы известные финские марки, которые и по сей день пользуются большой популярностью. Финляндия – единственная страна, где собственные деньги появились раньше независимости. Пока Финляндия была частью Швеции, использовались шведские деньги, но в 1860 году по указу императора Александра II на территории Великого княжества финляндского была введена собственная валюта марка. Ну а в 1917 году Финляндия получила свою независимость. В Финляндии проходят международные соревнования по игре на воздушной гитаре. В городе Оулу действительно проходят такие соревнования раз в год и пользуются огромной популярностью. Участники играют на воображаемой гитаре под любые композиции. Оценки выставляются по шестибальной системе за артистичность и мастерство. Поезд из Хельсинки в Питер будет идти всего три часа. Да, но сейчас поезда из Хельсинки в Петербург идут 5 часов 15 минут, но финские и российские официальные лица поставили задачу, что в скором времени время путешествия сократится всего до трех часов. Вот она какая холодная, но очень благополучная страна, населенная не слишком общительными, но очень подктуальными и трудолюбивыми людьми. В свое время финнам довелось немало повоевать за свою землю, так что неудивительно, что они так о ней пекутся и не горят желанием пускать на нее толпы иностранных иммигрантов. Впрочем, это не мешает многим туристам, побывавшим в этой стране зимней сказки, всерьез задуматься над тем, чтобы перебраться в Финляндию насовсем. Если было интересно и занимательно, то поставить лайк желательно, а также подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.